Отремонтировать детскую подключи бесплатно. С таким предложением арт-директор студии дизайна Наталья Леонова обратилась в комитет по труду занятости и социальной защиты Мингородсполкома. Дети, как правило, с особенностями развития, они очень много времени проводят именно дома в своей комнате. Поэтому нам хотелось сделать этот мир чуть лучше, теплее и удобнее, комфортнее, функциональнее для каждого ребенка. Ее идею поддержали, поскольку в столице сегодня, как выяснилось, проживает около 90 семей, где родители-инвалиды воспитывают особенных детей и нуждаются в дополнительной поддержке. Но тут же возник вопрос, чьими руками будет реализовываться проект? На помощь подоспела милиция. Определили, что это будут подопечные ГУВД, которые имеют некие правонарушения, не сильно серьезные, но и при этом имеют опыт работы в строительных организациях, которые имеют строительное образование. Тем самым проект «Добрая переделка» изменит не только пространство детской комнаты, но и сознание тех, кто примет в этом непосредственное участие. Для них это своего рода воспитательный процесс, да. Единственное, что, конечно, они не очень любят сниматься в кино. А первой участницей «Добрая переделки» стала многодетная семья Борисюк. Сейчас Лариса и Александр со средней дочкой Ани, имеющей инвалидность по зрению, в Испании держат кулачки за своего младшенького, 7-летнего Ваню. Третий год он борется с онкологией. Ему уже сделали операцию. Дома осталась старшая дочка Ирина, которая уже сама мама 7-месячной Евы. В детской, которая должна измениться до неузнаваемости, они будут жить втроем. Ирина с дочкой и Аня. Задача дизайнеров сделать так, чтобы маленькое пространство стало для них максимально комфортным. Мы для всех предусмотрели и зону хранения, и зону отдыха, и рабочие зоны, и чтобы там было всем комфортно и всем всего хватило. С помощью цвета и мебели дизайнеры не только зонируют комнату, но и продумают все вопросы безопасности. Тут не будет ни острых углов, ни жестких поверхностей. Для Ани уютный уголок с тканевыми панелями. Для Ирины своя территория с удобным диванчиком ТВ-зоной. Как признается старшая дочка Ирина, родители до сих пор не верят, что такое возможно. Шоки от счастья, что можно сделать не своими средствами, что бесплатно предоставляют такую возможность. Через три месяца добрую переделку в квартире Борисюк обещают закончить, чтобы взяться за новую квартиру. В очереди остальные семьи. Кстати, авторы проекта с радостью примут в свои ряды всех, кто готов поддержать их начинание в любом ее проявлении. Ведь чтобы творить благо, все средства хороши.